Мы будем говорить об общем здоровье, наверное, как его сохранить, как его поддержать. Не будем говорить, как его лечить, потому что сразу скажу, что я не медик, я не могу вас или кого-то другого консультировать по каким-то болезням, заболеваниям. Это привилегия, конечно же, врачей, это их задача. Я являюсь специалистом и консультантом по правильному здоровому питанию и по вопросам поддержания и сохранения здоровья. На сегодняшний день я прошла обучение в Швеции в Эгилёсе у Сегасена. Плюс ко всему это обучение, которое проводится компанией. И, конечно же, обучение, которое проводила для нас несколько раз Ольга Николаевна Григориан. Это дедак медицинских наук из Российской академии медицинских наук. Поэтому достаточно хорошая база, которой я с удовольствием с вами поделюсь и будем начинать. Здесь вот еще один слайд, это подтверждение того, что мы проходили обучение в Эгилёсе. Но давайте будем переходить к серии Wellness, продукции Wellness. И вообще, в целом, конечно же, хотелось бы сказать, что Wellness – это не только название нашей категории продуктов, это целое направление, целая индустрия, целая философия Wellness. Это когда идет гармония и души, и тела, наверное, и наши эмоции, они в гармонии с нашим состоянием, нашего здоровья. Поэтому, конечно же, такой баланс, да, как я уже говорила, красота изнутри и красота снаружи. Плюс поддержку, конечно же, идет еще и продукция, продукция, о которой тоже сегодня буду говорить. Но и если говорить о здоровье, то, конечно же, и о красоте, да, вот это вот симбиотик. Согласитесь, что зачастую наша красота, вот, ну, сейчас-то здесь я про девочек скажу, про девочек, и наша красота с вами, она вот на все 100% зависит от нашего здоровья. Если вдруг где-то что-то не так, там, ну, допустим, вот как сейчас, да, на улице достаточно холодно, мы где-то подмерзли, начался мы с 15, начались какие-то головные боли, очередной раз, глядя на себя в зеркало, ну, понимаем, что что-то не так, вот, может быть, там и голова болит, или какой-то внутренний дискомфорт, и, может быть, глаза начинают следить. То есть, ну, о какой здесь красоте может идти речь. Поэтому, конечно же, нужно знать и понимать, как сохранить, как укрепить здоровье, как укрепить, в частности, свой собственный иммунитет. И, конечно же, немножко я буквально коснусь иммунитет наших детей. Потому что, ну, вот, наше эмоциональное, психоэмоциональное состояние, конечно же, зачастую тоже зависит от того, насколько здоровы наши дети, наши родители, здоровы наши супруги. То есть, если в семье все здоровы, соответственно, как говорят, да, все здоровы, соответственно, все счастливы. Ну, и для девочек, для девушек, и все красивы, естественно. Ну, и если говорить в целом о здоровье, с чего складывается наше здоровье, несколько таких составляющих, да, потом посмотрим их в разрезе именно такой диаграммы. Конечно же, медицина, вернее, вот что может повлиять на наше здоровье? Не то, чтобы составляющая, а что влияет на наше здоровье? Медицина, ну, вот, в каком плане она влияет? Конечно же, она очень хорошо может влиять, если мы проводим какие-то профилактические действия. То есть, не даем нашему организму заболеть, а не наоборот, вот, наверное, наоборот, случается гораздо чаще, когда вроде бы где-то организм дает себе, дает знать, что, ага, наступает какой-то дискомфорт внутри, ну, предположим, вот сейчас, да, сезон, как многие говорят, сезон ОРВИ, респираторных заболеваний вирусных, и где-то в школах дети заболевают часто, где-то кто-то на работе, когда еще отопление, это было непонятно, включили, не включили, достаточно холодно. Что происходит? Начинается легкая где-то головная боль от того, что организм переохладился, затем, может быть, мы промерзли на улице, опять же, переохлаждение для организма, ну, и начинается, насморк начинается, начинается кашель, что мы делаем? Какими-нибудь препаратами все это приглушили, прибили, но это же не говорит о том, что мы вылечили, да, что мы восстановили свой организм, просто вот дозу каких-то медикаментов проглотили, и вроде бы нормально, вроде бы все хорошо. Проходят несколько дней, и вот то, что мы просто приглушили, не восстановили наш организм, а просто, вы знаете, как примерим медикаментами, соответственно, вылазит в тройном размере, и что? И все готово уже, заболевание, какое-то, простуда, она в более тяжелой форме, потом переносится, начинает протекать в более уже хронической какой-то форме. То есть, очень важно понимать, что если даже произошло, что мы заболели, естественно, нужно вылечиться, нужно выдавить, потому что это скажется в последующем. И в первую очередь это ложится на нас с вами. Второй момент, конечно же, когда мы попадаем к медикам, я, честно могу сказать, достаточно редко стараюсь к ним ходить, но какие-то профилактические осмотры, естественно, провожу, но в любом случае, вот с детьми где-то как-то мы обращаемся, и бывает тоже категории врачей абсолютно разные. Если приходишь к ним и говоришь, там, ребенок приболел, ну, я больше как-то с детьми обращаюсь, и, соответственно, некоторые врачи ведут к какой-то позиции, если даже просто простудное заболевание, сразу же назначается антибиотик, который, по большому счету, убивает организм, и, соответственно, затем ему сложнее, гораздо сложнее восстанавливаться, и, то есть, вот, неважно, какое заболевание, один и тот же стандартный набор каких-то лекарств, да, то есть, не особо разбираясь, какая конкретика, какая симптоматика заболеваний, один и тот же набор лекарств. Что происходит? Ну, если это антибиотики, да, если каждый раз давать ребенку антибиотики, ну, что, погубится просто напрочь, уничтожится иммунитет, организм уже сам не будет справляться с какими-то факторами воздействия на его здоровье и не будет сам себя защищать, да, сам себя где-то восстанавливает гораздо быстрее, ну, то есть, очень долго будет восстановительный процесс проходить после заболевания. Поэтому, если говорить про медицину, то есть, конечно же, тоже нужно, ну, знаете, как это, включать свой мозг тоже, нужно посмотреть, проанализировать, опять же, ну, кому-то прислушаться, а где-то, знаете, как, лечат вот по старинке какими-то там стандартными препаратами. Ну, я не хочу сказать, что это плохо, я не хочу сказать, что это хорошо, но зачастую просто хочу сказать, к чему первое, профилактика. Нужно обязательно соблюдать профилактические какие-то меры, принимать для того, чтобы не заболеть отначально. И, конечно же, если говорить о медицине, на сегодняшний день просто заметим, сколько появилось отец, сколько появилось лекарств, сколько людей на сегодняшний день просто относятся, знаете, такой вот, у них уже какая-то культура, вот действительно поедание таблеток, потому что, когда в аптеке смотришь, какое количество просто медикаментов кто-то покупает, ну, на какие-то суммы происходит, да, происходит покупка, то, конечно же, наше здоровье зачастую, ну, и поддерживается, да, за счет просто у кого-то, за счет просто каких-то таблеток. А что же может повлиять по-другому, да, если по-другому взглянуть, вот на обратную сторону взглянуть с этого вопроса, вот чуть дальше я об этом скажу, да, как же сделать так, чтобы меньше сумма была на те же лекарства, и организм был более стойкий, более устойчивый именно к тому, что происходит извне. Ну, здесь очень быстро, экология, в принципе, наверное, не нужно говорить, достаточно загрязненная у нас территория именно после аварии 86-го года именно на Чернобыльской АЭС, но так произошло исторически, что больше всего пострадала Беларусь, и, конечно же, один из факторов, на сегодняшний день тоже мы знаем, что онкологическое заболевание может быть, ну, где-то в большей мере, чем в других странах, достаточно чаще встречается, да, с учетом именно вот такой экологической составляющей. И, конечно же, если говорить об экологии, естественно, на экологию мы можем повлиять или не можем повлиять? Можем повлиять в одном единственном случае, если мы просто переедем жить из Республики Беларусь в совсем другую страну. Дальше, что еще влияет на нашу, конечно же, наследственность. Зачастую мы говорим, вот у моих родителей была проблема со здоровьем, там, допустим, с сердцем, или там еще чем-то. Была наследственность, может быть, ну, больше всего наследственность, наверное, сталкивается, и мы говорим о том, что если вот люди тучные, да, они говорят, о, вот у меня и бабушка такая же большая была, да, и родители тоже, но многие просто не связывают это с питанием, да, с тем питанием, которое вошло в привычку в данных семьях. То есть вообще, если говорить по наследственности, это самый, наверное, низкий фактор, который влияет на наше здоровье. Конечно же, очень сильно влияет сам образ жизни. Вот к образу жизни это, конечно же, относится к физической нагрузке, то есть насколько активный или пассивный образ жизни ведет человек. И наша вот эмоциональная составляющая, то есть кто мы, пессимисты или оптимисты по жизни, да, это тоже очень сильно сказывается на нашем восприятии жизни, на нашем здоровье. Ну и еще одна составляющая, это питание, сейчас не буду останавливаться на этом пункте, потому что о нем сейчас мы в большей мере и будем говорить. Почему? Потому что если посмотреть в целом, что влияет на наше здоровье, вот посмотрите, стрессы влияют, да, но в небольшом количестве. Экология, да, уже говорил, медицина, конечно же, влияет. То есть как мы относимся? Мы профилактически здесь это проводим, не проводим, то есть если не проводим, то больше вероятность того, что, конечно же, заболевания, они будут нас настигать. Образ жизни. Какой образ мы ведем? Образ жизни мы ведем? Конечно же, наследственность. И посмотрите, питание – это самый большой такой сектор, самый большой кусок, наверное, да, именно из всех факторов, которые влияют на состояние нашего здоровья. И вот сейчас мы будем разбирать, да, что же и как влияет на наше здоровье. И о чем мы сейчас будем вообще говорить? Как я говорила, я не медик, и я не могу лечить людей, я не могу консультировать по каким-то заболеваниям, по выздоровлению, но я могу проконсультировать вот на более глубоком уровне, в плане того, что, смотрите, врачи, они лечат наш организм, соответственно, они лечат наши органы, они лечат наши системы, системы органов, а мы с вами сейчас будем общаться и будем разговаривать о том, каким образом можно повлиять на область, вот такую область, как клетки, да, клетки, потому что из клеток состоят ткани и состоят органы. Вот на все органы и ткани, можно считать, влияя эта работа специалистов, врачей, мы с вами будем говорить о правильном питании, потому что это питание наших клеток, не питание наших органов, да, а питание наших клеток, и мы будем разбирать именно эту область с вами. И если вообще в целом посмотреть на наш организм, то каждый день в нашем организме производится 300 миллиардов клеток. Представляете, как интенсивно работает наш организм, какой-то вообще сложнейший механизм, и сколько вот новых этих клеток производится, да, возникает в нашем организме абсолютно каждый день. И в частности, опять же, да, если вернуться к красоте внешней, вернуться к красоте внешней, вернуться к сохранению красоты, к сохранению молодости нашей кожи, то, конечно же, смотрите, что такое вообще старение? Это результат накопления дефектов в клетках и межклеточном пространстве, которые постепенно выводят и строят жизненно важные системы организма. Опять же, все это идет на клеточном уровне. И буду оперировать некоторыми данными именно Всемирной организации здравоохранения, в частности, то, что касается именно питания. И посмотрите, что до 80% случаев возникновения ишемических болезней, сердца, 90% случаев диабета и 1,3% раковых заболеваний можно предотвратить, если перейти на здоровое питание, отказаться от курения и повысить физическую активность. Существует 7 факторов, 7 факторов, которыми люди себя просто-напросто убивают. Очень медленно, да, такая вина замедленного действия. На первом, самом первом месте как раз-таки стоит неправильное питание. Второе, опять же, стрессы, курение, алкоголь, экология, ультрафиолет, лекарства. Вот я вам показывала сейчас, мы только что разбирали некоторые факторы, и посмотрите, в какой последовательности все идет. Да, то есть это по уменьшению именно. И опять же, неправильное питание, оно стоит на самом первом месте. И если говорить о питании, какое питание можно считать, можно назвать правильным. Правильным можно назвать только сбалансированное питание. Это питание, которое сбалансировано по следующим составляющим. Это микро- и макронутриенты. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, минералы и вода. Вот это то, что должно поступать в наш организм ежедневно. Вот ни один из этих пунктов в течение дня нельзя исключать. Абсолютно нельзя, потому что если вот эти вот составляющие не будут поступать в наш организм, ну, знаете, как, но заводят где-то что-то ломается, так и в нашем организме, что-то действительно пойдут какие-то дефекты, пойдут какие-то сбои работы организма, потому что вот это вот все нужно каждой нашей клетке. Абсолютно каждой новой клеточке, вот эти 300 миллиардов клеток, которые появляются каждый день, производятся, нужны вот эти вот составляющие. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, минералы и вода. Ничего из этого нельзя исключать. Ну, и если посмотреть более подробно, белки, да, для чего нужны белки? Белки – это вообще строительный материал для нашего организма, из него строятся все абсолютно клетки, и, ну, если уже, знаете, как, да, есть животный белок, есть растительный белок, но если посмотреть вот на картинке, да, просто на рисунке, просто посмотреть, что происходит с нашим организмом, если белка хватает или белка не хватает. Смотрите, вот здесь вот картинка очень хорошо передает, да, то, что может произойти с нашим организмом. И я могу сказать, что если белка недостаточно, то, естественно, более, более организм, вот, в частности, опять же, если перейти к каким-то заболеваниям, то форма их, хроническая форма зачастую связана с тем, что недостаточно белка. Если говорить о недостаточности белка, на фоне этого зачастую, вот, кстати, знаете, так, спрошу по-другому немножко, спрошу немножко с вами пообщая, буду стараться общаться, не только в режиме монолога сегодня говорить. Скажите, вот у кого из вас или было, или на сегодняшний день вот есть, существует такая потребность сладком, хочется, очень часто хочется чего-нибудь вкусненького, чего-нибудь сладенького такое, вот буквально каждый день, вот, если сладенького ничего не съел, то, ну, вот, вот плохо, вот какой-то дискомфорт, вот обязательно нужно, чего-нибудь, давайте так, честно, да, отвечайте. Вот могу сказать, у меня раньше такое было очень часто, я не могла день прожить, если я там не съем шоколадку, если не съем конфетку, вот, когда хочется, ну, действительно хочется, вот прямо до дрожи, как-то там, пальцах, да, хочется сладкого, хочется чего-то вот такого, да. Ну, вот Галина, да, Галина, спасибо за ответ, нет, действительно бывает такое, и я могу сказать, иногда это бывает причиной того, что недостаточно белка в нашем организме, то есть это не сто процентов, но зачастую бывает такое, что признак вот этой вот желания, да, скушать что-то сладкое, причем постоянно, да, когда он присутствует постоянно, это недостаток белка, недостаток белка, как только ваш организм начинает получать белка в достаточном количестве, вот, вот это вот чувство постоянного желания сладости, оно уходит. Вот смотрите, да, как организм наш влияет, и, кстати, для того, чтобы, ну, вот, по сладости, по вот этой, да, по этому пункту, это информация, которая с нами делится с фиксы, но об этом чуть-чуть попозже. Поэтому обращайте внимание, да, что может влиять. И если говорить, ну, уже так немножко сложно, да, поговорю, хочу всегда мясо, хорошее желание. Значит, белка, значит, смотрите, вот еще белок, вот, кстати, вот этот вот у меня слайд как раз-таки отвечает на, может быть, где-то на заметку, да, инги, смотрите, белок, когда мы получаем белок, а белок мы можем получить, как я уже говорила, это может быть животного происхождения, вот тоже мясо, да, или же растительный белок, соответственно, любой белок, он должен преобразоваться в аминокислоту. И аминокислота потом уже усваивается нашим организмом. Так вот этот вот промежуток временной от поглощения, так скажем, пищи, которая содержит белок, да, белковая составляющая, потому что белок, который мы потребляем извне, то есть он должен преобразоваться и должен получить такая структура, которая вот относится именно к нашему организму и, соответственно, она вот встраивается потом как кирпичик, встраивается, встраивается в нужные системы, встраивается в нужные, в нужных клетках усваивается и, соответственно, сколько времени проходит. Если говорить о, вот допустим, мясо, да, есть жирное мясо, есть диетическое мясо, то если о жирном мясе, то это до 72 часов происходит переработка вот этого мяса в именно кислоту и до того момента, как вот этот вот белок, он усваивается в вашем организме, то есть это 72 часа, трое суток происходит преобразование белка. Поэтому, знаете, как, достаточно часто хочется мяса, потому что не, вот если кушать одно мясо, то есть как белок, да, одно мясо, и достаточно может быть жирное мясо, то в силу того, что в жирном мясе белка гораздо меньше, чем в диетическом мясе и вот это вот чувство нехватки, оно и ощущается, да, то есть здесь нужно обратить внимание, какое мясо в пищу мы потребляем и, соответственно, если взять курицу, она перерабатывается в нашем организме гораздо быстрее, нежели там жирная свинина, да, курица там может быть 36 часов, а свинина 72 часа. И вот постоянно, постоянно хочется, потому что малая составляющая именно белка в том мясе, которое мы едим. Но я не говорю сейчас, потому что колбасы, все вот эти вот копчености, там можно считать вообще нету белка, там, ну, там масса всего другого, но не белок. Жир. Жир он тоже должен быть, но если говорить о жире, он нужен нашей подкожной, вот эта вот жировая прослойка, она обязательно должна быть, обязательно должен быть, масла и жиры должны быть в нашем рационе питания. В частности, если говорить о жирности продуктов, молочной, да, молочной, кисломолочной, ни в коем случае, я просто хочу, чтобы вы поняли, что нельзя в свой рацион питания включать обезжиренные продукты. Там нет, там практически не остается ничего натурального. Там полностью переработан какой-то молочный продукт, но он не считается натуральным. Вся кисломолочная продукция, она должна иметь процент жирности. Если этого процента нету, если там стоит нулевой, там все, что угодно, но не кисломолочные продукты. Ну, это кефир, это йогурт, это молоко, это творог. Поэтому, если вы покупаете кисломолочные продукты, всегда смотрите, чтобы был процент жирности. То есть, вот это обязательно должно быть. Иначе вы больше навредите своему организму, даже если вы сейчас на каком-то диетическом питании, хотя бы один процент, хотя бы два процента, чтобы было. Поэтому, вот это учитывайте обязательно. Дальше, жиры, масла, насыщенные, ненасыщенные. Для нашего организма полезно и нужно это ненасыщенные жиры, то есть, это оливковые масла, это растворые масла, орехи, всевозможные жирные сорта рыбы или же диетическое мясо. Если говорить о насыщенных жирах, то, ну вот, видим, да, животные жиры, пальмовое масло, предположим, там, масло, ну, опять же, сливочное масло, туда же можно отнести, ну, тоже, даже растительное масло, оно больше уже идет, как насыщенные жиры. Поэтому, вот, насыщенные жиры, они забивают наш организм, появляются холестериновые бляшки, об этом тоже сейчас чуть-чуть покажу, разъясню. И еще есть у нас такое понятие, какие жиры, это трансжиры, то есть переработанные жиры, это те жиры, то есть если насыщенные и ненасыщенные жиры, все равно нашим организмам перерабатывают, то есть, но длительность идет переработки, опять же, ненасыщенные жиры, они дают пользу нашему организму, насыщенные они тоже должны быть, но в минимальном количестве, то есть в самом минимальном количестве. Так вот, трансжиры, они вообще не должны быть в нашем организме. Наш организм эти жиры вообще никак не воспринимает. Это что-то инородное для нашего организма. И, соответственно, что происходит? Организм не может переработать эти продукты. Или если перерабатывать, то очень-очень долго, очень длительно. Соответственно, если в рационе питания преобладают транс жиры, что они делают? Они откладываются во всевозможных местах, они скапливаются где-то и, соответственно, как результат, в частности, если мы берем кровеносную систему, то появляются вот эти вот бляшки и, соответственно, какие-то проблемы возникают очень, то есть изначально это какие-то, ну, может быть, несерьезные вопросы, а затем, которые перерастают в возможности инфаркта и возможности инсульта, да, когда происходит закупорка кровеносных сосудов, ну, то есть зависимости от сердца или мозга. Поэтому транс жиры, я не буду сейчас очень тоже подробно на этом останавливаться, но запомните, что транс жир – это инородный продукт для нашего организма. Он не распознается нашим организмом, он не перерабатывается практически, он откладывается, накапливается и очень-очень сложно выводится. Конечно же, должны быть углеводы, зачастую тоже говорят, что вот нужно снизить их количество, но я бы сказала так, не столько снизить, сколько углеводы должны поступать правильные, но их называют медленные и быстрые углеводы. Медленные углеводы – это те углеводы, которые достаточно длительный промежуток времени дают нам энергию. Потому что что такое углеводы? Это энергия. Это именно с углеводов наш организм получает энергию. И медленные углеводы, они более длительный промежуток времени вот дают, ну, пока организм перерабатывает, дают вот эту энергию для нашего организма. Что можно отнести к медленным углеводам? Какие-то сухофрукты, можно отнести цельнозерновые продукты, можно бобовые отнести, овощи и фрукты. Больше фрукты, они содержат именно медленные углеводы. Быстрые углеводы это то, что дало нам очень быстро энергию и так же быстро она куда-то испарилась. Как очень яркий пример, сейчас покажу на такой тоже диаграмме. Я думаю, что многие сейчас вспомнят такое свое состояние. И если вы или учились, или вы работаете, ну вот я тоже тебя вспоминаю, когда я работала, ну до обеда как-то там доживаешь, после обеда особенно, или даже не после обеда, где-то какой-то перерывчик у нас, мы пьем чай, естественно с чем-нибудь вкусным, или там кофе с шоколадкой, или чай с булочкой, или с каким-то бутербродом, что происходит. Вот мы перекусили, такой перекус произошел, ну все классно, здорово, дальше вроде бы работаешь. Спустя где-то полчаса состояние, ну просто умереть. Хочется лечь просто на стол и спать. И вот нет никаких жизненных сил. Вот кто сталкивался с такими ситуациями? На работе, или может быть когда тоже на учебе то же самое, там сидите, шоколадку съели, и спустя какое-то время хочется, очень хочется там поспать, прилечь, но и мозг уже вообще ничего не воспринимает, он где-то на какие-то моменты даже отключается. Что происходит? Вот эти вот быстрые углеводы, они дают энергию очень быстро, раз, что происходит в этот момент? Происходит выброс сахара в крови, то есть уровень сахара, вернее, в крови поднимается, инсулин выбрасывается, так как резкий скачок сахара. И гасится, и также это быстро происходит, то есть вот эта вот энергия, она уходит, сахар этот, инсулин погасил, и соответственно, все, наш организм, все, он устал, он уже ничего вообще не воспринимает. Вот это то, что касается быстрых углеводов. И чувство голода, смотрите, как мы можем выбирать и что мы можем в результате получить, если мы выбираем те или иные продукты. Если у нас чувство голода, мы выбираем продукты, которые содержат простые углеводы, то есть это быстрые углеводы, что у нас происходит? Повышение уровня сахара в крови, инсулиновая реакция, вот в принципе то, что я сейчас говорила, да, излишки в сахар тут же превращаются, когда, смотрите, когда идет инсулиновая реакция, и вот эти вот излишки сахара, они превращаются в жир. То есть они не перерабатываются, они не сгорают, они не перерабатываются, вернее, в энергию, они превращаются в жир. Вот этого не происходит, если, ну и соответственно набор, да, набор веса. Если же мы выбираем медленные углеводы, то есть сложные углеводы, нет вот этой инсулиновой реакции, и соответственно наш организм, то есть инсулину нечего гасить, и сахар, он, ну то есть он не то чтобы не превращается в жир, а наоборот, вот эта вот энергия, которую медленно, очень медленно получает наш организм, вот эта энергия, она сжигает тот жир, который у нас накопился. Вот закрутила, да? То есть смотрите, если прошла инсулиновая реакция, был достаточно высокий скачок сахара, излишки сахара превращаются в жир. Если же наоборот, достаточно медленно идет использование углеводов, переработка углеводов, которые сложных углеводов, медленных углеводов, которые поступили в наш организм, инсулиновой реакции нету, и наш организм, получив вот эту вот такую медленную энергию, да, вернее, длительную энергию, не медленно, неправильно, длительную энергию, на длительный промежуток времени, И вот этой энергии достаточно для того, чтобы поддержать наш организм в тонусе, первое, и второе, для того, чтобы вот этой энергии, ее хватает еще и на то, чтобы сжигать собственный накопившийся жир. Понимаете, какой плюс, когда мы используем медленные углеводы, когда мы используем правильные углеводы. На это тоже очень важно обращать внимание, когда вы кушаете какие-то вкусности, какие-то сладости, то есть обращайте внимание, ну, что, из чего это состоит, это тот или иной продукт, то или иное блюдо. И я думаю, что вот с такой пирамидой питания каждый из вас, ну, если не сталкивался, то где-то на картинках вы видели. Я не буду сейчас ее проговаривать, просто обратите внимание, где чего больше, чего меньше должно быть. Это ежедневный прием пищи, да, что он должен в себя включать, то есть, опять же, да, сложных углеводов должно быть много, фрукты должны быть, мясные продукты, рыбные продукты, молочные продукты обязательно. А вот уже и сладости, восклицательный знак, то есть их время от времени должны мы употреблять. И вот сейчас обратите внимание, что по факту каждый из нас имеет именно вот на сегодняшний день, да, это фактическая пирамида, это то, что вот такое вот что-то непонятное, то, что уже готово буквально разрушиться, потому что в этой пирамиде абсолютно такой дисбаланс. И вот это то, что происходит каждый день у среднестатистического человека именно по рациону питания. И еще раз, да, еще раз напоминаю, что в нашем рационе должны быть белки, жиры, углеводы, клетчатка, да, клетчатка тоже очень важна, клетчатка это такой естественный очиститель нашего организма, клетчатка выводит зашлакованность нашего организма, очищает кишечный наш, желудочно-кишечный тракт, конечно же. Поэтому, ну а клетчатка у нас есть где? Во фруктах есть, в овощах есть, но только в свежей, да, обязательно именно в свежей. Опять же, если яблочко, то яблочко нужно ребеночку кушать кожицы, потому что именно кожица это и есть клетчатка, поэтому не срезаем кожицу. Что-то вспомнила, у нас дедушка все порывает, внукам обрезать яблочко, и я все время с ним спорю, говорю, нельзя, оставляйте, оставляйте, это очень важно, это очень нужно, поэтому, конечно же, свежие продукты, свежие овощи, свежие фрукты, обязательно, чтобы были в рационе питания. Да, я фрукты из сада, потому что то, что действительно, то, что продается в магазинах, естественно, это очень сильно обрабатывается, и вот там уже стоит дилемма, да, насколько оставлять или не оставлять кожицу, потому что, ну или нужно, вот, кстати, если говорить о фруктах и овощах, которые мы покупаем в магазине, и в частности, это касается, вот, натолкнули на один пункт, которым делилась с нами Ольга Николаевна Григоряна, и она говорила, да, естественно, на сегодняшний день, но невозможно круглый год потреблять продукты питания или садового участка, у кого-то их вообще нет, и приходится покупать в любом случае в магазине, и в этом случае овощи, фрукты замачиваются на 2 часа в воду, в холодную воду, и в таком, и то же самое касается мясных продуктов, потому что зачастую мясо, да, это животные, которых растят очень часто, если мы берем там на антибиотиках, да, для того, чтобы шел набор массы, там, или курочка это, да, или свинка, то есть, чтобы вот это вот максимально вывести перед готовкой, или перед употреблением в пищу на 2 часа замочить именно в холодной воде, пускай полежит, вот это вот все уйдет, то есть потом сливается, если это там к супу, допустим, что-то готовится или будет готовиться дальше, если это мясные продукты, это рекомендация именно вам, с вами делюсь, это рекомендация от Ольги Николаевны Григориан, это вот из Российской Академии Медицинских Наук, она с нами делилась таким советом, да, давала такой совет. Ну и смотрите, что происходит с нашим организмом, если он получает в полной мере все то, что я сейчас перечислила, если все это сбалансировано, все это правильно, соответственно, наш организм работает как вот такой вот очень классный завод, если же наш организм получает все в дисбалансе, если получает и, соответственно, работает так ситуационность, то есть где-то какие-то хронические заболевания, где-то какие-то вопросы с нашим организмом происходят, то вот такое вот состояние, да, состояние нашего внутреннего завода, поэтому, конечно же, обращайте внимание на свое питание, на то, что входит в состав этого питания, ну и видите, да, что произойдет, если не изменить свое питание, но это, опять же, берется в целом для большинства людей, поэтому, ну, вот этот вот важный момент, его нужно тоже учитывать, да, то есть, чтобы питание было сбалансировано. Ну и сейчас давайте поговорим о том, как во всей этой ситуации нам может помочь именно продукция Wellness, на что мы можем обратить внимание, ну и пару слов буквально о создателе, о создателе, руководителе и создателе первого продукта, который появился в данной серии, сразу скажу, что это не коммерческий продукт компания Reflame, компания Reflame выступает лишь последником, то есть является дистрибьютором для продвижения данной категории продуктов во многие страны мира, в десятки стран мира, потому что эта продукция создавалась в первую очередь для шведов в рамках программы «Оздоровление нации», но на сегодняшний день этой продукцией мы можем пользоваться. Мы с вами могут пользоваться миллионы людей по всему миру. И создателем самого первого продукта это был коктейль, коктейль Nature Balance, стал 610, кстати, 610 это очень известный кардиохирург, трансплантолог, он очень известен именно в мире медицины, в частности трансплантологии и хирургии, именно кардиохирургии в частности, и таких, ну вообще, да, как если говорить о, насколько много таких людей, как он, я могу сказать, что он входит в семерку самых известнейших людей, именно хирургов во всем мире, то есть тех людей, кто спасает жизни других людей. И у него очень много открытий, у него очень много патентов, у него очень много продуктов, которые, то есть созданных им продуктов, которые используются во всем мире, буквально несколько назову, это первый уникальный инструмент для механической компрессии сердца у тучных людей, то есть у тех людей, для кого обычный компрессионный аппарат, он не может запустить сердце, потому что очень большая именно, ну вот эта вот жировая прослойка существует, и сердце не запускается, если оно остановилось. Видите, да, различные препараты тоже для восстановления донорских органов, оборудование, которое, вот номинация у него была на Нобелевскую премию, когда он создал оборудование, которое позволяет консервировать донорское легкое на 48 часов, до этого было всего лишь 12, то есть представьте, двое суток может храниться данный орган, и, соответственно, это увеличивает вероятность того, что будет спасен какой-то другой человек. Также его изобретение и патенты он имеет на раствор Сент Солюшн, это в котором хранятся донорские органы, ну вот этот вот Лукас, это аппарат компрессионный, мобильная такая, ну из разряда переносная, мобильная операционная, которая тоже используется огромным количеством различных тоже стран мира, ну и сюда также вот этот вот коктейль Nature Balance, который представлен в нашей компании, это его создание, это его дечище, и тоже этот продукт запатентован, то есть на него тоже есть патент именно у Сига Сена, это его собственная разработка. Разработка, кстати, которая и был создан, этот продукт уже достаточно давно, его идея создания была еще в начале 90-х лет, до 2000 года уже был придуман состав, уже он проверялся, я могу сказать, порядка 15 лет в целом, вот в общем, шли различные всевозможные медицинские исследования, поэтому продукт, который, конечно же, проверен вообще со всех сторон, и только потом, ну то есть для начала он был, он использовался для больных людей, создавался он для больных людей, для тех, кто перенес или сначала готовился к операции на сердце и на легкое, затем уже реабилитационный период, то есть, опять же, да, повторюсь, это не продукт, который создавался специально для нашей компании, это продукт, который создавался вот для людей, кому нужно правильное, 100% правильное сбалансированное питание. И как вы думаете, если это правильное сбалансированное питание дают и используют, его используют действительно при, до сих пор и постоянно и будут использовать в медицине, именно в Швеции, при подготовке людей к всевозможным операциям, я думаю, что каждый из вас согласится, что, естественно, для обычного человека этот продукт, естественно, полезен в ежедневном каком-то приеме, в частности, если заменить им какие-то перекусы, заменить завтраки, заменить, может быть, обед или ужин, это не значит, что можно кушать только один коктейль, нет, но добавить в рацион питание, да, однозначно, да. Почему? Сейчас тоже скажу, ну вот центр Гелёса, где все исследования проводятся, кстати, центр, в котором мы были, в котором мы проходили обучение, ездили мы огромной командой лидерской нашей, и, конечно же, о самом коктейле сейчас тоже расскажу. Коктейль, который создавался с учетом использования в нем всех составляющих, то есть и белки, и жиры, углеводы, они присутствуют в этом коктейле, также здесь есть и клетчатка, также есть здесь необходимые витамины, которые, ну, идут в составляющие именно тех продуктов, которые используются, потому что это продукт 100% натуральный, здесь нет абсолютно никаких синтетических или там химических добавок, потому что здесь даже ароматизаторы, они тоже натуральные, и что самое главное, это именно белковая составляющая, то есть здесь идет протеин, да, ну, опять же, протеин, белок, это и яичный протеин, протеин горошка и молочный протеин. Плюс ко всему здесь идет клетчатка именно шиповник, здесь идет клетчатка, это яблоко, прошу прощения, это яблоко, то есть у вас полный набор, полный комплексный набор именно по, вот в одном продукте, в одном стакане, да, когда вы смешиваете или с водой, или с молочными какими-то продуктами, или может быть соком, вы получаете полностью сбалансированный или прием пищи, или же перекус. Опять повторюсь, да, что можно заменять или полностью прием пищи, или делать с помощью вот данного коктейля, это можно составлять перекусы. И, поверьте, в таком случае вы получаете полную, вот что самое важное, когда вы выпиваете порцию коктейля, вы получаете полную суточную норму белка. Это очень важно. Если в вашем рационе питания на сегодняшний день недостаток белка, вот это продукт, который может полностью, не просто восполнить недостаток сегодня, если, опять же, да, как говорилось, в течение, если вы ежедневно принимаете коктейль Nature Balance в течение трех месяцев, то вы полностью восстанавливаете белковую составляющую вашего организма. Три месяца по одной порции коктейля в день вы полностью восстанавливаете белковую составляющую вашего организма. И, поверьте, когда это произойдет, вы почувствуете себя гораздо сильнее, вы будете чувствовать себя лучше. У вас какие-то привычки, может быть, даже в питании поменяются, изменятся, потому что белок очень сильно влияет на многие вкусовые какие-то пристрастия, на многие желания, да, в приеме пищи тех или иных продуктов. И, конечно же, смотрите, я вам показывала уже эту картинку, что происходит с белком, когда мы его получаем в, ну вот из продуктов, там, допустим, мясных продуктов, или же из продуктов именно молочных продуктов. И смотрите, что происходит, когда мы выпиваем порцию коктейля, да, 24 минуты. Через 24 минуты белок уже усваивается. Если там часы, то здесь 24 минуты, и ваш организм уже получает этот белок, уже получает пользу от этого белка. Конечно, если говорить о калорийности тоже, то одна порция коктейля равносильно съеденному одному съеденному зеленому яблоку по калорийности. Дальше, вот про этот скачок я уже вам рассказывала. Здесь вот не происходит этого скачка, здесь происходит очень медленное использование углеводных составляющих данного коктейля. И, соответственно, у вас кроме энергии ничего вы не получаете. Ну, в плане того, что у вас нет вот этого резкого скачка, у вас нет резкого спада, вы получаете то, что нужно получить. То есть один плюс сплошной, потому что медленные углеводы, которые дают вам энергию. И при этом организм чувствует себя превосходно. Также во время исследований, клинических исследований было замечено, что если как-то принимать за 30 минут до еды, то вы можете даже скорректировать свой вес. Вы можете скорректировать свой вес, потому что это очень хорошо влияет. У нас есть целые программы именно по корректировке веса. Если выпиваете коктейль до еды, то вы снижаете вес. Кстати, есть противоположность. Если вы выпиваете коктейль после еды, то вы набираете вес. И один пункт важен, и второй он важен. Главное, его местами не перепутать. То есть если вы хотите скорректировать в меньшую сторону, то до еды. Если хотите набрать, существует проблема действительно дефицита массового тела. и на сегодняшний день есть огромное количество людей, которые сталкиваются с этой проблемой, то коктейльчик принимается после еды. И какие плюсы? То есть по корректировке веса плюс, по энергии концентрации, конечно же, плюс. Ну и этот продукт, кстати, в первую очередь именно этим продуктом заинтересовались в Российской Академии Медицинских Наук. Дело в том, что Ольга Николаевна Григоряна, она заведовала проведением независимых клинических исследований данного продукта. И на сегодняшний день РАМ также используют в своих клинических, вернее, не в клинических, в клинике, да, где лечатся, именно лечатся на самом деле люди с избыточной массой тела. Избыточная масса тела, это, знаете, не плюс там 10, 15, 20 килограмм. Когда лишних плюс 100, 200 и 300 килограмм, когда люди, которые попадают к ним на лечение, не могут даже передвигаться из-за того, что у них настолько избыточная масса тела. И вот они также используют в лечении наши коктейли и, конечно же, получают только положительные результаты. Если говорить о сравнении нашего коктейля, нашего продукта, то вы видите, да, что у нас и запатентованная формула, и низкий гликемический индекс, и клинические исследования, которые не просто проводились где-то там, есть независимые клинические исследования, есть исследования, которые проводились, конечно же, непосредственно до того, как продукт появился на рынке. Конечно же, натуральная составляющая, натуральные ароматизаторы. Кстати, в нашем коктейле также идет содержание именно омега-3, потому что яйца, которые используются, то есть яичный белок, который используется, берется от кур, которые находятся на особом диетическом питании, то есть в их рацион включено льняное семя, которое как раз-таки это то, откуда можно взять омега-3. Ну и еще есть альтернатива альтернатива именно нашим коктейлям. Коктейли это у нас холодные такие перекусы, потому что только на холодной или воде, или кисломолочных продуктах можно размешивать, ну или в всяком случае комнатной температуре, но не горячие. Не в горячем виде они используются. А вот есть у нас аналогичный продукт, это супы. В частности, супы рекомендуется тем, кто является вегетарианцем, потому что там у нас есть белки животного происхождения, здесь же супы это полностью вегетарианская еда. И какой огромный плюс? Если взять вегетарианцев, то зачастую в их рационе питания не хватает очень важных, жизненно важных аминокислот, которые получает наш организм из белков животного происхождения. Так вот, сексен очень долго создавал также наши супы, и был выведен такой подбор, что он подобрал в составляющих именно супов таким образом, что здесь присутствуют абсолютно все аминокислоты, которые должны быть получены нашим организмом. То есть, это, ну, это уникальный на самом деле продукт, который, аналогов на самом деле которого на сегодняшний день в такой категории продуктов нет. Поэтому тоже обращайте внимание, супы, конечно же, они готовятся на кипятке, на горячей воде, очень вкусные, безумно вкусные, полезные. Такие крем-суп, который можно использовать, конечно же, в виде горячего уже перекуса, абсолютно везде, или на работе, или дома. Конечно же, витамины и минералы. То, что необходимо тоже нашему организму. И на сегодняшний день, я думаю, что ни для кого не секрет, для чего нужны витамины, да, это и иммунная система поддержания, это функционирование абсолютно любого органа нашего, это, конечно же, и зрение, это, конечно же, кровотворная система, ну, то есть, и репродуктивная, то есть, все то, что на картинке показано, и вы знаете. Так же существует на сегодняшний день дополнительно к тем витаминам, которые мы получаем извне, то есть, в виде еды, а витамины мы можем получить только из еды, и так же витамины мы можем получить уже в виде, ну, самих витаминчиков, да, то есть, но витамины, они делятся тоже на две категории, они могут быть синтетические или могут быть натуральные. Вот если говорить о нашей компании, то у нас они 100% натуральные, у нас нет никаких синтетических добавок, и для чего вообще нужны витамины, почему, да, почему именно сейчас необходимо в свой рацион питания включать витамины. Я просто сейчас пролистаю слайды, вы посмотрите, насколько оскуднена наша пища по содержанию тех или иных витаминов, в каком процентном содержании идет снижение, да, продуктами питания, потери именно вот этого процента витаминов. И тоже пока листаю, листаю, я думаю, что вы быстренько пробегаете глазами, потому что у нас ровненько 8 часов в следующей пике, и вот смотрите, да, очень важна тоже такая диаграмма содержания кальция и магния и железа в овощах за период с 14 по 97 год. Ну, 97 уже достаточно давно, но вы обратите внимание, как кривая просто ушла вниз, сделала такое пике, и каково содержание на сегодняшний день уже под большим вопросом, конечно же. И смотрите, содержание витаминов и минералов в овощах и фруктах падает, в продуктах питания падает, и если 50 лет назад, для того, чтобы восполнить нехватку витаминов, то есть, ну как, дать нашему организму полноценный комплекс витаминов, необходимо было съесть вот такую тарелку. Если же взять на сегодняшний день, посмотрите, сколько тарелок нужно съесть, это же какое количество пищи нужно съесть, доказано, кстати, что нужно съедать 50 кг отборной пищи для того, чтобы восполнить наш рацион питания по всем витаминам абсолютно, но это невозможно, согласитесь, это ну как бы ты ни хотел, это невозможно сделать. И очень важный момент по синтетическим витаминам. Я предполагаю, да, такое появление вопроса, что как можно витамины принимать, постоянно или не постоянно. Просто сейчас сразу об этом скажу, синтетические витамины нельзя пить постоянно. Потому что, когда вы видите вот такие вот витаминки, очень красивые, разноцветные, там капсулы, жевательные, там жевательные мишки у деток, да, или какие-нибудь там желейки всевозможные, это витамины, которые, конечно же, в состав которых входит, ну, во-первых, когда они синтетически созданные, они, ну, так скажем, неполноценные на химическом уровне. Второй момент, то, что даже если они полусинтетические, ну, то есть у них есть натуральная составляющая, они взяты именно из растений, овощей и фруктов. И плюс ко всему еще всевозможные добавки, в частности, там какие-то красивые оболочки, которые очень сладкие, там с всевозможными вкусами, ароматами, если в виде желей каких-то, да, жевательных конфеток, то там, кроме всего прочего, очень много вспомогательных продуктов, которые имеют свойство накапливаться в нашем организме. И наш организм, ну, или организмский, он должен выводить вот эти накопившиеся синтетические составляющие. В таком случае врачи говорят, что нельзя пить витамины постоянно, потому что у вас будет происходить интоксикация организма, если вы будете на постоянной основе, потому что все вот эти вспомогательные вещества, они будут отравлять ваш организм. Поэтому пьются курсами. Если же говорить о натуральных витаминах, это, ну, равноценно тому, что вы просто будете кушать. Ну, никто же не говорит о том, что давайте мы будем 3 месяца кушать, а 3 месяца не кушать. Вот когда вы пьете натуральные витамины, это значит, что их можно пить и нужно пить, в принципе, постоянно. Велнаспек – самое лучшее предложение по витаминам, потому что в состав входят сами витамины и минералы для мужчин и для женщин. Здесь разбивка, я думаю, что вы знаете. Помним, что есть жирорастворимые витамины, которые имеют свойство накапливаться в жировых тканях и использоваться по мере необходимости. И водорастворимые. Вот водорастворимые, они не накапливаются в нашем организме, они выводятся, и абсолютно каждый день их нужно восполнять. И, конечно же, очень важно понимать, что должна соблюдаться именно водный баланс нашего организма, то есть мы каждый день должны выпивать необходимое количество воды, потому что вода, во-первых, она разносит все витамины, минералы, как вагончик, да, как вагончик при этом бежит и разводит просто в нужные места, где витаминов недостаточно и доставляет туда составляющие, конфликтующие. Если же говорить о, опять же, зашлакованности, опять, если воды недостаточно, большая вероятность того, что наш организм будет зашлаковываться, если воды достаточно, то вот это все тоже будет гораздо быстрее выводиться и организм будет чувствовать себя гораздо прекраснее. Не буду останавливаться долго, у нас есть отдельная даже тема на водную тему, поэтому очень быстро. Конечно же, омега-3 тоже входит в вот этот саше-пакетик Wellness Pack. Омега-3 нужна вообще для всего. Это незаменимая кислота, которая нужна для нашего организма с момента вообще зачатия ребенка до последнего дня, наверное, жизни человека, потому что она влияет и на зрение, и на мозг, и на... суставы, и на кровеносную систему, на сердечно-сосудистую вообще полностью систему, на все сосудики, чтобы они были эластичные, гладкие, и там не образовывались бляшки. То есть это тот продукт вообще... Почему он очень важен? Дело в том, что вот есть клетка, да, мы говорили сегодня про клетку, о том, что насколько важно ее наполнять, вот правильно наполнять всеми вот этими составляющими, что я перечисляла, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, вода. Это все должна получать клетка каждый день. Так вот, у клетки есть ядро и есть мембрана. Вот есть ядро, а есть мембрана сверху. Так вот, вот эта вот мембрана, она должна на 80%, вернее, она полностью должна состоять из омега-3. Если омега-3 недостаточно, то она состоит в большей части из омега-6. Омега-3 эластичная, она не пробиваемая вирусами. И, соответственно, наш организм, он более восприимчив с всевозможным вирусным инфекциям, которые попадают изнутри. То есть наш организм сопротивляется, он имеет очень сильную иммунную систему. Иммунная система как раз-таки, она и зависит от того, насколько мембрана, она эластична или же она, наоборот, очень упругая, но в плане того, что она как стекло. Она как стекло, и, соответственно, если вирус начинает в нее бить, стучать, он очень быстро пробивает это стекло, и, соответственно, клетка заболевает, и как идет цепная реакция, как в корзине с яблоками, если одно поместить плохое, что произойдет? Вот с нашим организмом, с клеточками, с нашими происходит то же самое. Если мембрана состоит в большей части из омега-6, то омега-6 вот она как раз-таки и создается из насыщенных жиров. То есть если в вашем организме достаточное количество ненасыщенных жиров, то мембрана эластичная. Если больше насыщенных жиров, то мембрана, она легко пробиваема. И, соответственно, клетка, ну, с большей вероятностью того, что клетка будет подвержена всевозможным каким-то вирусным атакам. И процесс заболевания, как правило, переходит в хронический. А что за это отвечает? Только лишь, каково содержание омега-3 или омега-6 больше в вашем организме. Если омега-3 достаточно, то и хронические заболевания, по большому счету, вас будут обходить стороной. Для детей это в первую очередь очень важно. Ну, за нейронный импульс отвечает много-много-много всего. Давайте уже буду просто пробегаться дальше. Была когда-то программа о именно использовании рыбьего жира для наших деток. Очень важно. Вот на сегодняшний день создайте такую программу только с нашей омега-3 для своих детей. И, конечно же, вы получите колоссальный результат. В результате вы получите то, что у ваших детей иммунная система будет гораздо сильнее, чем у других деток. И еще один продукт входит в состав именно Wellness Pack. Это шведский бьюти-комплекс. Это астаксантин плюс черника. Очень сильный природный антиоксидант, который нашу клетку защищает. Вот смотрите, любой антиоксидант, он клетку, вот есть ядро, есть мембрана, а есть антиоксидант, который все вот это защищает, все вместе. Так вот, астаксантин – это единственный антиоксидант, который защищает не только снаружи, но и изнутри он прошивает, вот вы видите красненькие такие, как бы, как стежочки. То есть астаксантин прошивает клетку и, соответственно, защищает ее и изнутри, и снаружи. Поэтому очень сильная защита. И как результат, вот смотрите, две женщины, ровесницы, абсолютно по-разному выглядят. В одном из журналов Мадонна просто сказала, поделилась секретом, как удается сохранять все-таки красоту. Ну, естественно, никто не говорит, что она, ну, знаете как, уже не 18-летняя девочка. Но во всяком случае, если посмотреть на женщину ее возраста, конечно же, она дает фору очень многим. И дело в том, что в ее рационе питания каждый день присутствуют продукты, в состав которого входит астаксантин, но это больше часть морепродукты. То есть не сам астаксантин, а продукты, содержащие астаксантин. И, конечно же, это дает такой потрясающий результат. Итак, wellness pack, он состоит вот из витаминов, минералов и, конечно же, астаксантина шведского бьюти комплекса. Конечно, очень важно понимать, насколько сильной должна быть защита у наших деток. Я сейчас на этом тоже не буду останавливаться. В принципе, это тема отдельного вообще разговора. И у нас в одном из пятниц проходит вот целый час, когда мы говорим только о детях, только о их питании, только о том, как сохранить их здоровье, как ухтепить их здоровье. И, конечно же, наша продукция, в частности, омега-3 и детские минералы и витамины, это вообще, ну, тоже аналогов не существует на сегодняшний день на нашем рынке, потому что самое высокое содержание именно витаминов и минералов. И только одни плюсы, нету красителей, нету никаких таких ароматизаторов искусственных. То есть все полностью натуральное. Это наши сертификаты. Конечно же, компания и продукция Wellness, она имеет также различные награды. Одна из наград получена в прошлом году. Конечно же, продукция, которую использует огромное количество известных людей, тех людей, которые...